Приветствую вас на канале RedCat, сегодня я играю в Jailbreak, где вышел 12 сезон. Кроме этого еще очень много обновлений и все я вам постараюсь показать и о них рассказать. Что ж, ребята, главный приз будет вот такой вот БТР, если вы насобираете на 12 сезон, в конце успеете все. Ух ты, ничего себе, подождите, а он огромный оказывается. Ничего себе, а сколько же тут? 10, ребят, я насчитал 10 мест, 6 для десанта, 2 на башнях, 1 на пулемете и еще водительская плюс штурман. Короче, ребята, вы можете свою банду посадить полностью, здесь можете, к примеру, отстреливать всяких копов, если вы за бандитов, ну, либо же кто-то из вашей банды вот так вот может. Еее, иди сюда! Короче, ребята, это реально боевая машина пехоты, которая может неплохо дамажить в этой игре. Ну что ж, ребята, когда мы получим эту машинку, можно будет потестировать, насколько она интересная. У них, кстати, морда такая интересная в виде какого-то аллигатора или жабы. А вот это, видя, судя по всему, у нас фонарик будет, да, такой, прожектор. Клево, клево. Ну что ж, ракетами она не стреляет, стреляет только пулеметом. Мне понравилась, ребят, довольно-таки прикольная машинка и, как я уже сказал, довольно-таки много здесь людей помещается и можно сделать свою мини-войну в этой игре. Ну что ж, ребят, давай теперь поподробненько посмотрим все, что еще добавили, кроме призов за 12 сезон. Кстати, говорили, что что-то поменялось в форме. Я не сильно помню, какая она была, но, возможно, что-то и изменилось. Кажется, она какая-то немножко другая. Так, сват еще давайте примерим. Такой костюмчик. Тоже круто смотрится. Не знаю, ребят, я не сильно помню, какая была, поэтому в любом случае хочу сказать, что сейчас она круто выглядит. И в целом, ребята, очень изменилась игра, намного она круче стала. Вот это вот как тенюшки все это играет. Очень красиво, конечно, в удовольствие играть сейчас в джелбрейк. Ну и давайте смотреть авиацию. В этом обновлении вышло также новые, скажем так, модельки истребителя и нашего милитари-вертолета. Кстати, ребят, мне после обновления очень понравился вертолетик. Но это еще было раньше, но в целом мне сейчас очень нравится, как выглядит полицейский вертолет. Раньше у меня все время голова вылазила из него, сейчас можно нормально летать. Как вы видели, я уже прошел три задания, еще одно осталось. Не знаю, буду делать или нет. До сих пор не решил, буду ли я покупать геймпасс. С одной стороны, ты быстрее проходишь сезон, потому что я не люблю каждый день заходить, выполнять задания. С другой стороны, 400 робоксов, ну просто так отдать. Потому что особо мне не надо те призы, которые даются за эти робоксы, за этот геймпасс. Вау, ребята, ничего себе, вот это они поменяли. Это конкретно, я бы сказал, они поменяли. Вы помните, да, какой он был квадратик просто летающий, а сейчас они его сделали обтекаемый. Вау, очень красиво. Мне стульчики нравятся. А здесь, смотрите, еще прозрачные элементы. Видите? Крутяк. Так, интересно, как голова моя будет вылазить или нет. У меня кот довольно-таки большой, он часто из текстурки вылазит. По-моему, немножко сверху все-таки вылазит, но не критично. В основном, в принципе, нет. Класс. Огонь. Просто вертолет стал. Очень красиво. Мне нравится все, как они его сделали. Шикарно. Обалди. Слушайте, интересно, скорость его поменялась от того, что его изменили или нет. Или они только чисто дизайн поменяли в нем. Так вот. В более интересном свете он смотрится. Ну, круто. Ничего не могу сказать. Также, ребята, что-то писали, что там бомбы поменяли. Я так и не понял, что именно они изменили. Давайте посмотрим. Так, набей бомбочка. Ну, не знаю. Может, так и было. Может, по-другому я не сильно замечал. Ну, и ракеты. Ну, что я хочу сказать, ребята. Это обдолу мне понравилось. Вертолет действительно стал намного круче. И сейчас, ребята, мы еще посмотрим с вами истребитель. Но перед этим, ребята, пока я тут парковался, я заметил, что у нас тут беглец. И сейчас, ребята, покажу вам еще кое-какие изменения. Смотрите, шокер, как теперь работает. Когда вы наводите на игрока шокера, ему показывается, что вы на него навели шокер. То есть, он реально может видеть, что он как бы в опасности и, соответственно, может убежать и как-то среагировать. Кроме того, дальность шокера стала намного-много дальше. Если вы там вблизи раньше могли только, то сейчас дальность намного увеличилась. Ну, и чем ближе вы подходите, тем вот этот вот кружочек, я так понимаю, ярче становится. Ну, это не точно. Или наоборот, чем он ближе, тем он тускнее. Ну, короче, вы поняли, да, ребята? И также появилась еще анимация ареста тоже. Игрок теперь видит, если вы внезапно сзади него подходите, то у него появляется кружочек. Он понимает, что его сейчас могут арестовать. Прикольно, мне понравилось. Вот такие вот, ребята, у нас изменения в игре стали. И, кроме того, еще добавили в игру спойлер, который вы можете купить за 10 тысяч в честь 6 миллиардов посещений этой игры. Давайте посмотрим, как все это выглядит. На примере моей машинки, любимая эклерчика. И давайте, давайте сейчас зайдем посмотрим. Так, где у нас спойлер? Вот он. Так, спойлер такой у нас, такой. Так, где это все, то, что я уже получил? Кстати, довольно-таки много у меня всякого. Еще, ребята, я вам покажу танк. Спойлер, но чуть-чуть позже, опять же, таки, его, видите, тоже уже получил. А сейчас давайте смотреть. Вот, вижу, за 10 тысяч. Можно купить, я не имею... Я не вижу, в принципе, смысла покупать, поэтому просто вам покажу. 6Б, вот такие вот флажки. Ну, такое. Если нравится, можете купить. Это недорого, 10 тысяч всего лишь за подобный спойлер. Погнали дальше, ребят. Сейчас смотрим на истребитель. Вау, как он мне нравится, как они его круто сделали. Ничего себе, ребят, он теперь двухместный. И внутри, видите, как красиво все смотрится. Вау, моделька очень красивая стала. Мне очень нравится. Ну, и бомбезно теперь, конечно, что вы теперь можете пассажира возить, потому что раньше это было неудобно, что только ты мог на нем летать. Так, управление, ты можешь и назад летать. Кстати, по-моему, раньше назад нельзя было, или мне кажется, или можно было. Вау, прикольно. Все, все мне нравится. И скорость, и как он летит. Все так плавненько. Подождите. Ребят, еще можно стрелочками руководить. И смотрите, закрылки, они тоже поворачиваются. Класс. Видите? Лево, право, лево, право. Закрылки налево, направо. Шикарно. Также, ребята, у этого истребителя есть радиоуправляемые, так сказать, самонаводящие ракеты. Сейчас мне нужно только какого-то найти бандита. Давайте ищем бандитов, на ком можно это посмотреть. Вот, 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 захват цели идет. Стреляй! Бах, промазал. Ну, вообще, я немножко косой, ребят, но это такое. Короче, вы видели, да? Прикольно. Можно самонаводящимися бахать. И напоследок, что еще хочу показать. Это вот такой вот летающий шарик, ребята. Давайте. Сейчас я попробую на нем полетать. А, нет, мы еще спойлер с вами в виде танка не смотрели. Его тоже посмотрим. Пока вы ставите лайк, я жду взлета. О, ребят, смотрите, поднимаюсь вверх. Раньше были текстурки. Ты просто пролетал сквозь эти шарики. А сейчас, видите, можно даже на нем покататься. Это тоже прикольно. Как вы видите, в джейлбрейке общий тренд. Вот сейчас война идет в Украине. И, соответственно, джейлбрейк решил тоже на милитаре тему выпустить обнову. Вот такой спойлер в виде танка. Точнее, дуло. И, ребята, кстати, эта штука стреляет. Давайте сейчас попробую показать вам. Сейчас, сейчас, сейчас. О, стрельну. О, видели? Стрельнула. Ну, ребят, мы делали тест. Короче, нельзя дамажить с помощью этой пушечки. Она просто декоративная, стреляет, но пролетает, видите, сквозь вас. Ну, что ж, ребята, вот такая вот интересная обнова. Довольно-таки прикольное обновление. Мне понравилось абсолютно все, что добавилось в игру. Напишите ваши комментарии, как вам обнова. Спасибо, что смотрели. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok